Книга «Открытым оком». Тема мусульманства. 25-й том. Вопрос, 3750-й. «Члены вашей общины уехали в Голландию. Пишут ли они вам, что там с мусульманами, об их агрессивности и понимают ли тамошние власти, что им готовят магоментане, которых там приютили?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Наши пишут, что там многое из южных стран и что там трудятся секты, и их миссионеры приглашают мусульмана в свои собрания. Ни о каком накале страстей ни слова. Но может быть потому, что они, не зная их языка, мимо пропускают важное, что пишут там и говорят. А там есть люди, которые понимают всю суть беды, которая на них уже пришла. Кавычки открыты. С тяжелыми мыслями я жду наступления марта. И не исход президентских выборов в России беспокоит меня. В Нидерландах должен выйти на экраны или, по крайней мере, появится в интернете короткометражный фильм лидера местной партии за свободу Герта Вильдерса, посвященный Корану и сулящий мировые волнения, по сравнению с которыми история с датскими карикатурами на пророка Мухаммеда, вероятно, покажется мелочью. Вильдерс, чья партия имеет 9 из 150 мест в парламенте, находится под круглосуточной охраной уже 4 года, со времени убийства одним из мусульманских фанатиков режиссера Тео Ван Гога за фильм «Подчинение», где тот, по мнению верующих, глумился над их религией. С тех пор Вильдерс считается главным борцом с исламом в стране, и его острый язык постоянно будоражит в высокотолерантное голландское общество. Из фраз «Политика» «Вы и глазом однуть не успеете, как в стране будет больше мечети, чем церквей» «Запретите эту проклятую книгу Коран, как Майнканф» Газета «Телеграф» выяснила, что грядущие кинопремьеры начинаются с кадров, на которых в левой части демонстрируется Коран, а в правой слова. Предупреждение. Эта книга содержит шокирующие картины. А потом идут сценки отрубания голов в Ираке, смертной казни по шарианским законам, происходящей в Саудовской Аравии и т.д. Парадокс в том, что формально фильм, возможно, нельзя будет обвинить в издевательстве на одной из мировых религий. План Виллеса состоит в том, чтобы визуально максимально ярко показать ужасные последствия поучений, подчеркнутых из главной книги мусульман, без каких-либо искажений первоисточника. Но они глупые сознают не избежать взрыва эмоций, способных сколохнуть большую часть старого света, не говоря уж об арабском мире. О бомбе, которая вскоре взорвется, оповещены все послы Нидерландов в мусульманских странах. Им вменено подготовить планы эвакуации подданных в своего королевство. На высшем уровне проведена инструкция с мэрами всех крупных голландских городов. Иран предупредил, что может разорвать депотношения. Родная контртеррористическая спецслужба сообщила Виллберсу. Выйдет фильм. Вам придется бежать из страны. Состоялся митинг. Остановить исламизацию Европы. У нее неординарный девиз. Расизм – низшая форма глупостей. Исламофобия – верх здравого смысла. Согласно результатам различных опросов общественного мнения, примерно две трети голландцев считают ислам несовместимым с современной жизнью Европы. Кстати, сам Мухаммед, когда хотел, проявлял относительную гибкость. Например, в Медине, пытаясь обратить в ислам еврейские племена, начал молиться, обращаясь, как они, в сторону Иерусалима. И перестал есть свинину. Но общего языка заносчивыми иудеями не нашел и переменил угол моления на Медину. Два из трех племен евреев изгнал, а третий обвинил в заговоре с язычниками из Мекки и приказал отрезать головы всем 800 мужчинам, в нем состоявшим. Смиренность, в отличие от голландской политической элиты, не была его отличительной чертой. Он участвовал в 78 сражениях, из которых лишь одно было оборонительным. Именно при нем зародился джихад – бесконечная война с неверными. Христианский тезис о том, что после удара по одной щеке надо подставить в другую, пророк решительно отвергал. Человек не должен прощать своему. Сообщил ему Аллах, прощать это божественное перерогатива. Известие, 7 февраля 2008 год, страница 6, «Если гора не идет к Махамету» Дмитрий Воскобойников, обозреватель Третья ездра, 15 глава, 29 стих Выступит порождение драконов аравийских на многих колесницах и с быстротою ветра понесется по земле, так что наведут страх и трепет на всех, которые услышат о них. Бытие, 16-12 Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он перед лицом всех братьев своих. Соединяясь Иосафат с Ахавом, созвали всех испытанных бойцов и двинулись на Галат Сирийский, дабы вернуть утраченный Ромов. Устами всех четырехсот пророков был предречен счастливый им поход. Один мехей, не верил же пророкам, предсказывал губительный исход. И царского одеждою блистая. Был во главе дружин Иосафат, Ахав же в бой вступил переодетый, предчувствием мучительный, объят. И принятый вначале за Ахава, Иосафат врагами узнан был, но тут один, стрелой своей случайно, сколь щель брони случайно поразил. И вскрикнул царь и приказал возниться поворотить немедленно назад. Но длился бой, и стоя в колеснице, скончался он, когда настал закат. С закатом дня рассеялись дружины, и было так, как предсказал Михей, вернулись в свою родную землю. Иратники каждый из вождей. Н.Григорович Н.Григорович